В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. От Даниилова и до Буйнакского специалисты приступают ко второму этапу реконструкции в парке имени Сулеймана Стальского. Без плодий – не приговор. Возможности репродуктивных технологий обсудили на Северокавказской научно-практической конференции. От нашего моря до вашего. В Дагестане запускают новый железнодорожный маршрут на летний сезон Адлер-Махачкала. Чествуем клуб «Динамо». В Махачкале на центральной площади столицы пройдет футбольный фестиваль. Специалисты приступают ко второму этапу реконструкции в парке имени Сулеймана Стальского. Руководство города провело здесь выездное совещание с участием представителей ресурсоснабжающей компании и подрядной организации. Стороны обсудили вопросы, требующие внимательного и комплексного изучения. Один из них касается замены смотровых колодцев. Есть три локации, где мы будем менять смотровые колодцы. Эти колодцы в свое время были сделаны из бутового камня, ну, они в 70-х, 80-х годов, наверное. Поэтому мы их заменим на железобетонные и проблему с канализацией – вот только замена трех смотровых колодцев. Канализационные сети менять не нужно, заменим только водопроводные. Работы будут проводиться от улицы Даниялова в сторону Буйнакского. По словам представителя единого оператора, ориентировочно они будут завершены в течение недели. До конца этого месяца в селе Красноармейское в пригороде Махачкалы благоустроят улицу Новострой, 11-ю линию. С такой просьбой в столичную мэрию обратилась семья погибшего участника СВО. Данную локацию включили в список ремонтируемых объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на 2024 год. Здесь запланированы укладка асфальта в два слоя и установка бордюрного камня с обустройством тротуара. На сегодняшний день уже специалисты подрядной организации установлены бордюры, проведена засыпка песчаной гравиной смеси. В ближайшие дни начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В Дагестане запустят новый железнодорожный маршрут «Адлер-Махачкала». Об этом сообщает пресс-служба РЖД. По данным компании, он свяжет города шести регионов – Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Северной Осетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Благодаря данному направлению станут ближе курорты Черного и Каспийского морей. Первый рейс намечен на 24 июня, который прибудет в республику через два дня – 26 июня. Курсировать он будет до сентября. Бесплодный брак от амбулаторного звена до вспомогательно-репродуктивных технологий. Северокавказская научно-практическая конференция под таким названием стартовала в Дагестане. Его участниками стали более 60 специалистов высокого класса из разных уголков страны, в том числе из-за рубежа. В рамках мероприятия эксперты смогут поговорить о проблеме женского и мужского бесплодия, разобрать причины, наметить пути решения и обсудить передовые достижения в области репродуктивной медицины. Конференция посвящена вопросам, которые поднимаются именно на амбулаторном звене. То есть это врачи, которые впервые сталкиваются с пациентами с бесплодием. Это те доктора, к кому пациенты попадают до врачей-репродуктологов. И важность здесь обусловлена именно тем, что эти доктора должны знать и понимать, как организовать эту службу, чтобы эти пациенты не были затянуты, чтобы пациенты вовремя получили соответствующее лечение, чтобы эти пациенты вовремя попали к врачам-репродуктологам для проведения программ ВРТ. Я с большим удовольствием в очередной раз приехал на Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию, потому что могу сказать, что эти конференции являются важнейшей в году встречей для всех специалистов по репродуктивному здоровью. Организаторам удается объединить вокруг идеи бесплодного брака, фертильности мужчин и женщин большое количество специалистов, акушеров-гинекологов, урологов, эндокринологов. И для того, чтобы оказывать нашим пациентам помощь на высочайшем уровне, нам нужно периодически встречаться, чтобы обмениваться мнениями. Далее краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Не переключайтесь. Специалисты МФЦ Дагестана и сотрудники администрации Каспийска сформировали базу данных из 4000 заявителей, обратившихся в центр. Они получили несанкционированный доступ к их учетным записям на портале госуслуги. Затем безведомограждан через их личные кабинеты проголосовали в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Против подозреваемых возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Профили тысяч людей временно заблокированы. Семиклассник из Ростовской области позвонил в полицию Дербента и заявил о минировании торгового центра в городе. 14-летнего подростка задержали сотрудники МВД и УФСБ Дагестана. На допросе мальчик признался, что сказал о заложенной бомбе от имени жителя Дербента, который победил его в компьютерной игре. Своим поступком он хотел отомстить обидчику. Против школьника возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Минздрав Дагестана дозакупит вакцин для профилактики дизентерии для жителей Буйнакска. Решение было принято после того, как специалисты ведомства провели дополнительные расчеты. Такое предписание министерству дал Республиканский распотребнадзор. Сейчас в городе есть более 2000 вакцин. Из больницы выписано 87 пациентов. Еще 88 человек лечатся от острой кишечной инфекции в стационаре. Россети Северный Кавказ запустили в Телеграме чат-бот для потребителей Махачкалы и пригородных поселков. Электробот Дагенерго предназначен для оперативного реагирования на вопросы о перерывах энергоснабжения. Он также позволяет оставлять заявку на устранение проблемы с подачей электроэнергии. В перспективе чат-бот заработает на территории всей республики. Найти его можно по ссылке, которую вы видите на своих экранах. Около тысячи историчных студентов приняли участие в форуме «Я люблю Россию. Россия – это мы» в рамках мероприятия. В учебных заведениях Махачкалы состоялись познавательные лекционные встречи, интеллектуальные игры и выставки национальных подворий. Итоговое мероприятие состоялось в историческом парке «Россия – моя история». Подробности в сюжете моих коллег. Национальные подворья представили практически все районы республики. Это и традиционные блюда, одежда, предметы бытогорцев, а также личные вещи известных дагестанских личностей. Вот этот халат Али Гаджи из Инхо, вы, наверное, слышали все про него. Алим Шаир Акиль, его мы так называем. И уже 179 лет, как он умер, получается, и с тех пор сохранилась она из него. И вот книжка тоже есть у Али Гаджи. В нашем селе Верхний Инхо, Гумбетского района, у нас в школе есть музей по имени Али Гаджи из Инхо, и мы ее храним там. Финальное мероприятие Всероссийского форума «Я люблю Россию, Россия – это мы» прошло в столице республики. Оно собрало полный зал участников, преимущественно студентов. Главная задача форума – это объединение. Объединение всех народов, объединение здоровых, здравых сил, объединение во имя будущего, объединение для созидания и того, чтобы наша страна была крепче. Я думаю, что очень актуально, потому что сегодняшняя ситуация в мире очень непростая. Проходит специальная военная операция. Огромные силы, усилия Запада направляют для того, чтобы деструктивные идеологии внедрить в сознание подрастающего поколения. Поэтому это противовес вот этим мероприятиям. И это очень актуально и своевременно. Кроме этих мероприятий проводились еще лекционные, во всех учебных заведениях лекции, специально подобранные эксперты на площадках вузов, СУЗов проводили лекции. Такой был очень серьезный охват. В рамках подведения итогов наградили победители интеллектуальной игры «Брейдинг», в котором приняли участие студенты ведущих вузов республики. Почетное первое место заняла команда Дагестанского гуманитарного института. Мы собрались с самых таких активных ребят, и мы смогли одержать победу. Каждый участник был силен в разных сферах, поэтому нам было легче объединиться и вместе отвечать на вопросы. Наша команда, проявив организованность, мы вытащили эту сложную игру и выиграли на один балл в ДГУ. Изучали право, историю России, общественное знание, такого рода вопросов. Торжественное мероприятие украсили выступления артистов и национальных художественных ансамблей. Организатором формы выступил 12 республики и ДГУ. В Махачкале на центральной площади столицы пройдет футбольный фестиваль чествования клуба «Динамо». Мероприятие состоится 18 июня. В программе церемония награждения команды и масштабное празднование выхода клуба в Пемьер-лигу. Кроме того, для любителей футбола подготовят конкурсы, развлекательные площадки, мастер-классы и не только. Там же будет отдельная площадка для оформления карты Fan ID для посещения игр команды в рамках Пемьер-лиги. Начало фестиваля в 16 часов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин